Молитесь, Игнатьич. Пренепорощную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувима, славнейшего истинно Серафим, без искления Бога, Слово, Рожешую и Сущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и вовеки веково, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса измертвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причинства Твоя, Матери, силы счастнаго, житворящего Христа, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй. Спаси меня, и благо человека. Боже, милостиво будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешим, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже, очисти меня грешу, яко не коли же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойно. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Царю Небесный, утешите ли души истинные, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Преиди и вселись овны, и очистены от всяких скверны. И спаси, блажи души наши, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, Святые посети исцели немощи наше, Имея Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истинно небесе, Да светится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, И остави нам долги наши, Яко же и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас в искушение, Но избави нас от лука вагом, Ибо Твое есть царство, Сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, Припадаемте блажангинскую песню, Пеемте сильный. Свят, 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 Иси Божия, Богородицу, и помилуй нас, Слава отцу и сыну, И святому духу, Отодраясь на воздвиг, Если Господи умы просвети, И сердце уснемо и отверзи, Твоя же петит, и святая Троица. Свят, 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 Иси Божия, Богородицу, и помилуй нас, И ныне и пресно, И во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, Ихо и Гожи деяния обнажаться, Но страхом зовем полунощи, Свят, 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 Иси Божия, Богородицу, и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, От сна выстав, Благодарю Тебя, Всесвятая Троица, Ко многерая Твоя благость И долготерпение, Не прогнился на ленивый и греш, Не погубил меня с обеззакониями моими, Но человеколюбствовал, Иси обычный, И в нечаянии лежащий, Говозьми в мееси, Воежеутривете, Словословите, державу Твою, И ныне, Владыка, просвети, Мои очи мысленные, Отверзи мои уста, Повущайтесь о слове всем Твоим, И разумете заповеди Твоя, И творите волю Твою, И пейте Тя во исповедании сердечным, И воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и присно, И во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу, Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему, Приидите, поклонимся, И припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. 109-й Псалом Сказал Господь Господу моему, Сиди, одеснуй меня, Да коли положу врагов Твоих Под ноженок Твоих, Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона, Господствуй среди врагов Твоих, В день силы Твоей Народ Твой готов во благолепие Святыни, И чрево прежде Деницы, подобно России, Рождение Твое. Клялся Господь И не раскается, Ты, священник во век, Починут Мелхиседека. Господь одеснует Тебя, Он в день гнева Своего Поразит царей, Совершит суд над народами, Наполнит землю трупами, Сокрушит голову в земле обширной, Из потока на пути будет пить, И потому вознесет главу. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, Всем сердцем моим, В совете праведных И в собрании. Велика дела Господни, Вожделены для всех Любящих Онны. Дело Его, Слава и красота, И правда Его Пребывает вовек. Памятными садил Он чудеса Свои, Милостив и щедрый Господь. Пищу дает богящимся Его, Вечно помнит завет Свой. Силу дел своих Явил Он народу Своему, Чтобы дать Ему на следе язычников. Дело рук Его, Истинный суд, Все западе уверны, Тверды на веки и веки, Основаны на истине и правоте. Избавлением по славу народу Своему, Заповедал на веки завет Свой, Святое страшно имя Его. Начало мудрости, Страх Господень, Разум вернул у всех, Исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, И крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, Род право благословиться. Обилие богатства в доме Его, И правда Его пребывает вовек. В отме восходит свет правым, Благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует, И взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, Сердце Его твердо упывая на Господа. Утверждено сердце Его, Он не убоится, Когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, Раздал нищим, Правда Его пребывает вовеки. Роккио вознесется во славе. Нечтиво увидит это, И будет досадовать, Заскрежещет зубами своими Истает. Желание гнестивых погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресной, И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Господи, помилуйя, Господи, благослови! Многомилостивый И всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос По Своей многолюбви Сошел на землю И воплотился, Чтобы спасти всех И снова, Спаситель, Спаси меня благодатью Твоею, Молю Тебя, Ибо если по делам спасешь меня, То ты не будешь благодатью и даром, Но более делом. Ей многие щедротах И неизлечены в милости, Ибо ты сказал, Что верующий в меня жив будет И не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя Спаса от отчаявшихся, То верую, спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела Домеется мне, Боже мой, Потому что совершенно Не найти дело правдущих в меня. Но это вера, Да будет прежде всего, Да ответит за меня, Да оправдает меня, Да я ведь причастникам Славы Тебе Вечной, И да не похитит меня Сатана и не похвалится. Слово. Что торт мне от Твоих Руки оградой, Но или хочу, спаси меня, Или не хочу. Христос мой Спаситель, Поспеши скорее, Скорее, погиб я, Ибо Ты Бог мой, Очерил Матери Моей. Спадал в меня, Господи, Возлюбить Тебя теперь так же, Как возлюбил Только за свой тайный грех, И чтобы снова потрудиться Для Тебя, Без лени, Усердно, Как прежде потрудился Сатане Пречающему. Особенно же, Потружусь для Тебя, Господа и Бога Моя, Иисуса Христа, Во все дни жизни, Ныне и всегда, Веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Постану и хранить Моя бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступи от меня За него сдержание мое, Не дав возможности Злому демону Починить мне себе Пребладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою, И выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, Хранитель, покровитель Бедную души и тела, Прости мне все, Чем я скорбил тебя. Воседни мои жизни, Если о чем-то пиши, Не против. Защити меня настоящий день, И сохрани меня От всякого искушения вражеского, Чтобы мне не поднимать Бога никаким грехов, И молись за меня, Господу, Чтобы Он утвердил мне Страхи Своем И сделал меня рабом, Достойной Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богродица, Своими святыми Всесильными молитвами, Отгонит меня смиренно, Несчастного раба Твоего, Уныние, Забвение, Неразумие, Нерадение, Удались и скверны, Лукавые, И хульну помыслы Из окна моего сердца, И помрачена ума моего, И погаси плавя моих страстей, Ибо я убогу несчастен. Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов, И освободи меня От всяких злодеяний, Ибо Тебе благословляют все роды, И причисто имя Твое славится, Во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Ибо мы усердно к Вам прибегаем, Скорым помощником, Молитникам о душах нашей, Богородица Дева, Радуйся, Обраданная Мария, Господь с Тобою, Благословена Ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родила Иси Христа, Спаса Избавителя душам нашим, Непобедимая Божественная Сила, Честная Гождестворящего Креста Господень, Не остави нас грешных, Уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояния Твое, Победа на сопротивные даруя, И Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй, Отца моего духовного родителей, Сродника благодетель, Митрополита Иллариона, Епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамина, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Васильевича, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Засима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, Не дай погибнуть, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа, Максима, Митрополита, Сергия, Патриарха, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Митрополита, Тихона, И весь священнический, Иночевский чин, И высшие истинные служители, Миссионеров, Христианам, Язычникам, Иудеям, Мусульманам, И буддистам, И наимдающих священника, Если угодно тебе, Господи, Смири власти воинства, И наведи страх твой на них, И через их сотвори благое церкви твоей, Дабы издавали мудрые законы, Дали достойно жить людям, Дабы было еще уделять нуждающимся, И сохрани их от покушения на них, И сохрани, Господи, Мир, который ты дал людям, И научи ценить его, И даруй мир, Израилю, Россию, Украине, Сирии, Где война идет, И правителей сохрани, Как угодно тебе, Не дай им погибнуть, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, И сохрани нас здесь, И селение наше от пожара, От воров, От нечистой силы, Из живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, Обратили, Людмилу, Любовь, Алексея, Иосифа, Причидобрые жители, И с детьми, Любящими и знающими закон твой, Спаси и помилуй, Школу сохрани, Спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктор, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алипину, Побуди всех на проповедь, Слово твоего, Саделая благовестниками твоими, Спаси и помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Ездру, Рустика, Тимура, Обрати, Не дай ему погибнуть, Сергея, Сергея, Александра, Александра, Нас помилуй, Милости твоя ради, Слава тебе, Господь, За тихую мирную ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил, Дай нам желание трудиться, Обнаружить и умножить, Дарованное тобою таланты, И для всего пошли нам Добрых помощников, Наставников, Советников, И все и день сохранят Всякого рода зла и греха От непосильных искушений. Романа избавь от духа лжи, Виталию Никите, Даруй духовное рождение И жажду, И жажду трудиться в поте лица своего. Аллилуйя! Возри на угрозы врагов, Моих пакости, Господи, И разруши их замыслы на зло, И дай им страх твой, Святой, Не дай им погибнуть, И в студный день Не помяни их безумия, Посети благодетелей наших, Воздаем добром здесь и в вечности, Елену, Людмилу, И обрати Евгению, Наталью, Надежду, Юрию, Дару. Найди отступников, Господи, Умягчи ожесточенное сердце их, Михаила, Николая, Александра, Юлию, Максима благослови, укрепи, умягчи. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествующих, Раису, Льва, Виктора и Акима. Будь милостив к нам, Владыка, Хвала Тебе, счастье, поклонение, Слава и благодарение. Я от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Посети болящих. Дай силу перенести страдания безропотно. И пошли мы исцеление. Валерия, Иллариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Татьяну, Татьяну, Надежду, Валентину, Марию, Александру, Неанилу. Благодарю Тебя, Господи, За друзей и за врагов, За здоровье и за болезни, Ибо по Твоему благоволению Все это может оказаться на пользу. Хвала Тебе. И наше сокровище в интернете И здесь сохрани. И благослови всех, Кто дает им возможность трудиться там. Благослови, Господи. Игоря, Юлия, Димитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, семейства. Аллилуйя. На идею обратите Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Упокой, Господи, В обителях небесных усопших Отец и братья наших, И же с верой и надеждой На воскресенье жизнь вечную Отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, Который, живя на земле, Не согрешил бы Родителей, сродников, благодетелей И всех православных христиан И сотвори вечную память Вечный покой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня, грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авго, Отче. Свят, 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 Господь Савао, Вся земля полна, Слава Его, Аллилуйя. Слава Вышней Богу, На земле мир, В человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, За тот день, В который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобой, Ожидание суда Божия. Благодарю за день, В который Ты дал мне Святую Библию И указал на толкование Святых Отцов, Как на истину, И каноны Церкви. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога, Мне грешим. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил И защищал от видимых И невидимых опасностей, Только в вечности Это откроется. Прошу Тебя, мой ангел, Не покинь в смертный час, Когда душа будет Разлучаться от тела, И проведи душу Мой помытарством Страшным и непонятным, И веди ее навеки В вечное Царство Христа Бога нашего. Господи, Воздай добром здесь И в вечности Всем помогавшим Нам в нашем путешествии. Благослови Виктора Николая. Павла, Зинаиду, Владимира, Димитрия, Надежду, Людмилу, Иоанн, Креститель, Претеща Христов, Моли Бога о нас, Научи нас, Господи, Жить им в бедности, Имея пропитание, Одежду, Быть благочестивым И довольным, Никогда не роптать, Никому не завидовать, И во всем быть экономным, Дабы было еще уделять нуждающимся. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Моли Бога о нас, Господи Боже мой, Даруй жилье Сергею и Гавриилу, Молите Бога о нас, И ты, Пророки Божии, Илья, Иисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но Иосиф, Патриархи, Езранееми, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Изыкииль, Осия и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрохи, Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, Дабы день прихода Того нашего отшествия Не застал нас Неготовыми, Но чтобы выше Навстречу Тебе, Господи, С горящими Светильниками Истинной веры И сосудами, Полными Илея добрых дел, Соделанных Духи Святом С любовью, Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые ангелы, Архангелы, Хурвимы, Серафимы, Все небесные силы Престолы Божьей Предстоящие, Святые апостолы, Петр, Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Молите Бога о нас, Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликанц, Минский Устин, Философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилак, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания Зверя Антихриста. Анфиму Вениамину Дай веру, И устраши родителей За такое воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуз, Афанасий Великий, Ифрем Сирин, Антони, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Архимандрийский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Филарет, Архимандрит, Макарий, И все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь Святой православной вере, А замысля ретиков Разрушь И в ничто преврати, И побуди всех священников На проповедь. Дай им страх Твой, Святой, Избави их от корыстолюбия, И чтобы при живых женах Они не венчали других. Разрушь это Прелюбодейное Царство. Дай им страх Твой Божественный, Дабы не развращали они народ. Ибо святитель Златоуст говорит, Если даже одна душа погибнет По Твоей небрежности, О, священник, Тебе не хватит всей жизни Рассчитаться за нее, Ибо за эту душу Умер Христос. Аллилуйя. Господи, Избавь церковь от симонии, От этого корня всех зол, Сребролюбия. Найди добрых пастырей, Любящих паству, Которые проповедовали бы Во время и не во время день и ночь. Сжалься над страной российской, Господи, Помилуй нас, Помилуй. И даруй истинное духовное крещение, И крещение в воде, С троекратным полным погружением, Дабы и священнослужители Не обманывали людей, Что достаточно песка, Чтобы крестить их. Это чудовищный обман, Разрушь, Господи. Спаси страну российскую, Помилуй нас, Владыка. Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фекла первомущенцев, Атина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любую, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискелла и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина, Годарует Господь, Послушание И молчание, Целомудрие И стыдливость, И сохрани их От всякого поругания, Избавь от непокорства, Галину, Семейство Евгения, Надежда, Светлану, Людмилу, Иоанну, И прими нашу молитву Воздиание рук, Жертву вечернюю, Благоухание приятное Перед престолом, Благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящих Тебе на небе И на земле, О, всемогущий Создатель, Господь и Бог, Творец видимого и невидимого, Услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа И пролитой им крови за нас, Прими нашу молитву О всех заповедавших нам Молиться о них, Спаси их, Господи, И помилуй их, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит Ораб Твой Слушает и дослышит Аминь, доброе утро всем, Аминь, доброе утро всем, Доброе утро, Доброе утро, Доброе, Доброе утро, 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 Книга «Открытым оком». Том 6. Вопрос 1513. Тема «Церковь». Неужели так и нельзя совсем уж ничего сделать, чтобы как-то поправить положение в православной церкви? Или все же есть выход, но многим он неизвестен? Знаете ли вы какое-то средство исправления этой беды в церкви, о которой постоянно кричите на всех углах? Так, я добавлю немножко, чтобы некоторые, которые приходят, первый раз слышат эти вопросы. Эти вопросы в прошлые годы задавали мне, когда мне Господь позволил, повторяю, Господь побудил и позволил, вести занятия одновременно в пяти институтах, там университет один из них, в тринадцати школах, в пяти отделах милиции, в городском отделе милиции и краевом. То есть речь идет о тысячах людей. В актовом зале Алтайского государственного университета пришлось вести. А это, я не могу точно сказать сколько, но большой, огромный зал, 750, наверное, человек. В воинских частях, какие в Алтайском крае есть, меня туда возили они, на заводах и фабрихах. И три радиопрограммы регулярно вел, и иногда по телевидению. И вопросы задавали люди, я говорил всегда на бумажке, что просчитать можно на бумаге. И вот все время надо прислушиваться, что скажут люди. И мне стали говорить слушатели, вот вы сказали сейчас, оно в воздухе растаяло, а другие-то не будут знать ваш ответ. Вот до этого, допустим, у меня там прошло вопросов этих, я не знаю сколько, но думаю, что просто по подвердительным подсчетам так, около 10 тысяч, видимо. Вопросов много было, даже радиопередачу веду до 30 вопросов за одну передачу, а это три передачи за неделю. Вот смотри, уже сотня за неделю. И тогда Господь побудил меня. Это Господь сделал, повторяю, не нам, не нам на имя и Твоему славу. Начать эти вопросы отвечать в песенном виде. Повторяю, это непростое дело. Вот выступает который Смирнов, Ткащев, там много священников-то, выступают-то все. Они же ни одного слова не печатают. Нету нигде. Он сказал и все. Оклеветал, тнул, плюнул, ничего нету. Здесь все сохранилось. И после этого накопилось 4124 вопроса. Тысячи. Когда один человеку вопрос зададут, не ответят. Повторяю, это Бог сделал. Я сегодня смотрю на эти ответы, другой раз меня страх берет. Господи, какой глубиной ответы Ты дал. Ты. Ошибка священников и всех других. А они думают, что к ним пришли люди. Не к ним, как ко Христу. Через вас узнать. А он начинает, а колесицу такую несет, что хоть святых из дома выноси, только скажешь, не веди меня в искушение. Вы знаете священников. Посмотрите, сколько их в интернете выступает. От собственного шрева отмечают. Я поставил задачу с первого дня. А к этому готовился не менее тогда, несколько лет назад, сейчас 57 лет, как я обратился по Евангелию. Но не менее, как 40 лет уже я занимался Библией непрерывно. То есть, отмечать согласно полной Библии по переводу 1876 года, синодальный перевод, считаю лучшим за всю мировую историю. Ты должен на капельной стоять, знать Слово Божие. Знать так, чтобы Господь тобой руководил Вадимым, Духом Святым. Вы сами понимаете. Вопросов, если тысячи, и на каждой отметить согласно Слово Божие, то у меня перед глазами должна быть открытая книга. Это житие святого Севастьяна. Он отвечал на вопрос и говорил, а Зоя смотрела и видела. Стоит ангел, держит перед ним книгу, и он считает. Никто этого не видел. Здесь очевидно, вот это Господь делал. Коротко скажу. Вот Алтайский государственный технический университет АГТУ. 21 тысяча студентов. Из 18 стран здесь учатся. Очень известный университет. Приходит ректор Евсигнея Владимир Васильевич. На занятия. От него зависит, что мы аудитория 410, корпус В. Сначала платили деньги за аренду, а потом не стали платить, а потом нам стали дары приносить. Про ректор, ректор. И он сразу зашел и говорит, а что у вас за люди? Я говорю, а что? А вы разве не видите? У них у всех лица светятся. Это говорит ученый человек, доктор наук, академик, профессор. Можете зарядить, посмотреть. Евсигнеев Владимир Васильевич. Люди отовсюду. Из КГБ, из краевой администрации, заводов и пабрик. Разные люди. И лица светятся. А что это такое? Не знаю. Я говорю, я ничего не вижу. Ну, как же так? И вот эти вопросы были сохранены. Ответить, что говорит Библия. Далее. И также сразу отвечать. Не толковать самому. Ни слова. Что говорят святые отцы? Это патрология мини. Триста томов. Все я не видал даже в глаза. Но самых главных видел. Это туда входят и Златоуст, Василь Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий и Примсирин. Я их начитывал. Составлял каталоги на них, симфонии. Дальше. Что об этом говорят соборы, книга правил. 719 правил, из которых 413 ежедневно нарушается в церкви православной. Ежедневно, целенаправленно, умышленно. Что они говорят? Колонны. Это все по одному вопросу. И что говорят об этом жития святых? Это 1173 биографии. 12 томов Дмитрия Ростовского. Плюс 2 тома. Настольные книги священнослужителя. Начинаю печатать при патриархе Пимени. 2-й, 3 том. Еще около 173 житий нашел, сверил с теми, которых нет у Дмитрия Ростовского. Более поздний период канонизированный. То есть работа была проведена так тщательно. И далее. Что об этом говорит мировая поэзия, мировое искусство, мировые деятели? И это вы увидите. Не всегда приходится пользоваться в полноте этим. Но в наших вопросах как-то отражено. И вот на эти вопросы, если сегодня, ну задайте любому, который ходит там, проповедует или сидят за столом, хлюпают водой. Я смотрю, мне просто сидеть перед экраном и все время перед ним стаканы и хлюпают водой. А крест на животе сползает то налево, то направо, на этом пузыре не держится. И не стыдно, ничего. Что ты ответишь-то, когда живешь не так? И поэтому так люто они бросаются на меня. Вот весь ответ. Зависть. Зависть и боязнь. Что их наконец-то разоблачат. Как предателей. Как иут в рясе. Те, которые ведут народ в другую сторону. Почему? Затавус говорил, большая часть священников погибает. Если их сегодня пять тысяч, раздели пополам. Две с половиной тысячи и один или более того будут в аду гореть. Святой Иоанн Златоуст. Повторяю, я не придумываю слова. Если хотите проверить, проверьте. Третий том настольной книги священнослужителя, который сейчас вышел при патриархии. Писто третья страница. Говорит Серафим Саровский. Три дня молился о священниках, архиереях. Вообще Бог ответил. Не пощажу, не по милу. И как будто ни одного спасенного нет. Ужас берет. Поэтому о священниках требуется особая внимательная молитва. Встречайте с ними, беседуйте, плачьте перед ними. Вот так. Пошли вперед. Вот откуда вопросы и ответы. Родились они не за столом, а за капитрой. А сколько было в поездах в это время ездил. На улицах, на вокзалах. В Москве. Я могу сказать, где пришлось проповедовать по-настоящему. Картина и галерея. Третьяковки. В храме Василия Блаженного. В метро. Там, где пушка стоит, царь. У Кремля. То есть, трудно даже найти место, где бы не пришлось проповедовать. Против досапожных мастерских. Дома мод. И вот частичку этих вопросов и ответов Господь сохранил. И я считаю, по милости Божьей, это самое ценное, что есть на наших ресурсах. С Богом. Вопрос 1513, том 6, книга «Открытым оком». Неужели так и нельзя совсем уж ничего сделать, чтобы как-то поправить положение в православной церкви? Или все же есть выход, но многим он неизвестен? Знаете ли вы какое-то средство исправления этой беды в церкви, о которой постоянно кричите на всех углах? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Беда в церкви страшная и почти неисправимая. Суть ее в том, что отвернуто священное писание. Единственное подлинное руководство как для церкви, так и для каждого отдельного человека. Авторитет писания в православии практически для подавляющего большинства мирян и священников равен нулю. А потому и открыто поприще лукавым духом рассеивать мрак, мракобесия. И вихри враждебные веют не где-то на собраниях и маевках большевиков, но именно в доме, на котором наречено имя Божие. Глубину поражения осознания народа, который доверился невозрожденным священнослужителям, вообразить трудно. Сравнивать не с чем, потому что на месте писания огромный каньон, провал и бездна. И что бы ты ни привел из слов Божьих, им это ни по чем. Они не слышат и не хотят. Главное, что укоренилось в сознании народа, которым манипулируют попы, это то, что они, попы, вполне достаточны, чтобы люди через них и только через них могли получить Царство Небесное. Главное и главнейшее в их правоповедях. Без нас вам не спастись. Только мы можем довести вас до рая, и только мы знаем этот путь. Только мы, ваши истинные друзья, а все остальные, это раскольники, отщепенцы. Они гордые, они самоправедные, самосвятые. Мы же милостивые, мы прощаем вас, мы разрешаем вас от ваших грехов. Нужно чаще исповедоваться, чаще причащаться. Нужны только для этого храмы и их благолепия. Жертвуйте, несите деньги, и ничего вам не нужно больше знать. Вы должны верить, что мы представители Бога на земле, и нам верены ключи Царствия Небесного. У нас антиминцы, у нас богослужебные книги, мощи, кадила, знания, тайн, без которых Бог никого не слышит и не желает слышать. Если это и не говорится именно в этих словах, но именно это звучит во всех действиях священнослужителей. Произошла подмена Бога человеческой немощью. И в наших храмах не просто оязыченная масса людей, но сплошь и рядом опохабленная православие, где ничего нельзя сверить с Библией. Все держится на одних выдумках и на том, что это уже освящено традицией, преданием, корнями. Когда дома молишься, читаешь Библию, то вроде бы и надежда на исправление есть. Но как только встретишься со священниками Московской Патриархии и с прихожанами их, то надежд не остается. Там такой дремучий и непролазный лес из суеверий и сновидений, канонизаций и лже-чудес, столько язычества и ликарства, что уже не об освящении думать, а о том, как бы не быть виновным, что заходил в них храм. Не будет ли это поставлено Богом в грех, как преступление? Ни в одной, совершенно ни одной, совершенно ни одной на прилавках православной книги не встретил, где прямо было бы проповедано по священному писанию. Ни одной книги с вопросами и ответами самых известных батюшек, которые бы прямо вели ко Христу. Везде они кругами ходят, вокруг да около. Да, к своему благоутробию притягивают доверившихся им слепотствующих слушателей. Вот московский комсомолец от 25 декабря 2002 года до 1 января 2003 выпуск. Страница 7 заголовок. В чьих руках десница Татьяны? За мощами святой охотились специально. Камычки открываются. На днях храм святой мученицы Татьяны, расположенный в одном здании с факультетом журналистики МГУ на Большой Никитской улице, посетили двое мужчин. После их визита обнаружилась пропажа уникальной иконы, содержащей частицу древних мощей покровительницы студенчества. Православный атрибут до сих пор не найден. «А, это вы!» – раздается голос наставителя храма отца Максима. Я услышал скрип половиц, подумал, что это те негодяи вернулись. Икона была одной из главных святей нашего храма, рассказывает отец Максим. В 1995 году мы совершали паломничество в Московско-Печерский монастырь. Там хранится десница, правая рука святой мученицы Татьяны. Нам был отделен фрагмент этих мощей. В Москве его разделили на две части. Одна хранится в отдельном мощевике верхней части храма, а другая была вмотивирована в похищенную икону. О святынях такого ранга знает вся православная столица. Многие прихожане рассказывали о невероятной чудодейственной силе, заключенной в иконе святой Татьяны. Тот факт, что количество студентов, поклоняющихся иконе, постоянно увеличивается, говорит о популярности святой Татьяны в молодежной среде. Так может похитителями были студенты, это святая им покровительствует? У святых нет специализации. Это уже не прием в поликлинике, чтобы одним молиться при ушных недугах, другим при болезнях живота. Да, помолиться Татьяне мог любой верующий. Но в силу того, что святая мученица на протяжении двух с половиной веков почитается за покровительницу российского студенчества, главным образом ей молились юноши и девушки. А уж кто стал вором, не знаю. А где висела похищенная икона? Икона крепилась на аналоге, объясняет батюшка. Образ был привинчен к материи, а та в свою очередь была примотана цепями к деревянной подставке. Без специальных навыков и слесарного инструмента отделить икону от разножки невозможно. А преступники сделали это за несколько минут. Для нас ценность иконы заключалась в содержавшихся в ней частицах мощей святой Татьяны. Представь себе. Выходит, овчинка не стоила выделки, а может икону стянул кто-то из своих. У нас около 600 икон, мы не можем каждую из них охранять отдельно. Александр Елисов. Вот образчик того, что называют сегодня православной верой. Это состояние без упоминания имени Христова, без упоминания Библии, без упоминания о Царстве Небесном, о страхе Божием, о вечности, об аде. И все это держится на кандидатах наук, на батюшках. И обязательно, чтобы это было в храме. Без храма всю эту атрибутику он уже не будет носить в котомке, как после революции делали тайные священники. Люди, которые никакого отношения не имеют к Богу, всегда найдут в этом повествовании священника горюющим о потерянной игрушке. Так много с родственного себе. Окаянные воры, как только их земля носит. Они еще не знают, ворюги, что батюшка их всех приговорил к заочному посрамлению. Хищение из церкви – стекчайший грех, расплачиваться за который придется не только злоумышленнику, но и его близким. Приведу лишь несколько стихов из послания Иеремии. Стихи 56-57. Ни от воров, ни от грабителей не могут охранить самих себя эти боги, деревянные и оправленные в серебро и золото. Превосходя их силою, они снимают золото и серебро и одежды, которые на них, и уходят с добычей. А эти себе самим не в силах помочь. В этом повествовании отца Максима нет ни звука, который бы хотя отдаленно соответствовал откровению Божьему, известному нам из его Слова Вечного. Вопросы, которые нужно было бы разрешить, чтобы рассеять мрак, который наваждением окутал нашу страну. Кто никогда не получил от святой Татьяны согласие? Кто и когда получил от святой Татьяны согласие быть заступницей именно русских студентов? Ясно, что это бред сивой кобылы от породы Шуваловской и от блудниц-цариц. Когда в Барнауле пропали пять девушек из-за ГТУ и подозрение пало на сатанистов, то они дали стопроцентное алиби, что не они сожрали этих абитуриенток. Кавычки открываются. Сатанисты приносят в жертву только девственниц. А где вы в университете могли найти девственниц? Чего нет, того нет, и значит мы невиновны. Такие, как есть, нам не нужны. Сатанисты отвечают. А батюшка говорит, что приходят юноши и девушки молиться к иконе. Приходят же блудники, приходят с самими меркантильными и мелочными интересами. Сдать экзамены, не забеременеть, чтобы не разлюбил ее юноша. Этот изблудившийся сокурсник или преподаватель. Послание Еремии, 43 стих. И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим, переспит с ним, попрекает своей подруге, что Таню достойна того же, как она, и что перевязь ее не разорвана. И он заботится о том же, сдать экзамены, чтобы современная распутная Танька не висела на нем, чтобы он был свободен и в армию его не забрили. Относительно того, что к святым не обращаются по разным ушным болезням, то батюшка тут схитрил на невежестве людей. Как раз в патриархии это усиленно насаждается, строго по профессии обращаться, к узкоспециализированным святым, и к кому и как целый каталог издается. По зубным болям, к антипе, память 11 апреля, потому что ему голову отсекли, а в голове и зубы у него должны были быть. По болезням живота, к святому Артемию, память 20 октября, так как его камнем раздавили, у него внутренности выпали. По ушным болезням, к святому Зосиме, память 4 января, так как ему раскаленным железом проткнули уши. Можно и Маркову, епископу, память 29 марта, Тимофею, память 3 мая, Анкелине, Акелине 11 июня. Все они были казнены через уши, им проталкивали раскаленные прутья. И так по любой болезни, наружной и внутренней. Обворовали их, и они скорбят, что нет защитницы у них. Кто же разрешил терзать тела умерших и для чего? Дикари-людоеды верят, что если съесть сердце или печень убитого им врага, то мужество противника переходит в них. Здесь та же самая суть. Если бы это был человек святой, значит во всех клеточках этого тела святого должен быть Бог. И любовь же Божия к этому святому так велика, что Бог непременно и всегда пребывает с этими телами этих святых и даже с отдельными фрагментами тела их. И даже любит и подает помощь тем, кто эти фрагменты тела умершего святого имеет у себя. Или заложены в специальные места мощевики, или отщипнутые частички этих фрагментов, монтированы в иконы, в кресты. Здесь, в этом одном утверждении столько лжи, тумана, давней и страшной тьмы. Бог дал указания навеки всем и повсюду одно и то же. Бытие, 3 глава, 19 стих. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Думали ли окаянные маовитяне, что своим походом они на целые тысячелетия вызовут ажиотаж вокруг покойников мировой религии в христианстве? Они все будут ждать и ждать чудо от мощей. Раз было это однажды с Елисеевыми мощами, то непременно по их учению это же должно происходить всегда и со всеми, кого они самоизмышленно признают святыми. И за две тысячи лет много ли было такого? 4 книга царств, 13 глава, 20-21 стих. И умер Елисей, и похоронили его. И полчища маовитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчища погребавшие, бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги своей. Даже имени нет этого восставшего мертвеца, а он является родоначальником всех, кто что-то получил от мощей святых. И никому это не кажется странным, удивительным и смешным. Это уже не язычество, а самое ярое дикарство, неприкрытое идолопоклонство. Послание Еремии, 1 глава, 9, 14, 17, 44, 72 стихи. Бывает так же, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих. Имеет меч в правой руке и секиру, а себя самого от войска и разбойников не защитит. Отсюда постается, что они не боги, и так не бойтесь их. И как у нанесшего оскорбления царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на смерть, так капища их охраняют жрецы их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками. Все совершающееся у них ложно. Посему как можно думать или говорить, что они боги? Итак, лучше человек праведный, не имеющий идолов, ибо он далеко от позора. Могу поручиться, что ни один священник в течение целой тысячи лет на Руси не давал вот эту информацию о мощах, что никому и никто из святых не разрешали, чтобы их тела кромсали, распиливали и резали, пусть даже и из самых святых и благоговейных чувств и намерений благих. Кто этим занимается, они должны быть признаны врагами святых, в уголовном порядке преследоваться как преступники, должны быть сурово наказаны за все мощевики, которые должны быть признаны как вещественное доказательство их преступление или как соучастие в тягчайшем преступлении, более тяжком, чем воровство этих мощей из храма. Все, кто расчленяли и брали что-то и от этих мощей. С этими мощами творится страшное своевольство, и эта язва так глубока, что даже такие просвещенные и продвинутые священники с кандидатскими безделушками ни одному из своих подопечных не говорят, что святые запрещают резать их тела, запрещают и угрожают и наказывают всех вплоть до патриарха, кто хотя бы волосиночку от них возьмет. Бытие 3 глава 19 стих «В прах ты и в прах возвратишься». Нашим попам это три трава, им нужны атрибуты власти и привлечения доходов к себе от слепотствующих. И создают не храмы, а скотомогильники. И когда подсчитали, то оказалось, что одних рук Иоанна Кресителя в мире более 20, и несколько голов его, и все утверждают, что только у них истины, шарлатанство самой пахабной пробы. Святые завещали ничего от их тел не брать, не трогать их, не мучительствовать их тела, даже если бы только один из них это сказал. И тогда бы этого должно было быть достаточно, ибо над всем тяготяет вечное утверждение Создателя. Бытие 3.19. Прах ты и в прах возвратишься, прах и в прах. Как посмели восстать на этот закон, изреченный Моисеем, отвергаясь его, как бы не бывшим его делая. В прах, а не в мощевики, не в кресты. Евреям 10.28. Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью. Не на обозрение и не на поклонение. На могилах святых там поклоняйтесь, но не богохульствуйте. Бытие 3.19. Прах ты и в прах возвратишься. Марк Афинский. Память 5 апреля. В кавычке открывается житие святого. «Ничего не бери от мощей моих», заповедовал святой Серапиону. И Серапион послушался. А сегодняшние расчленители тела разве послушаются? А они же православные, им законов нет, им нужна святость, они от каждого святого ущипнут для своих нужд святости и будут по-прежнему грешить, надеясь на помощь этих частичек тел. Житие святой Февронии. Память ее 25 июля. Кто хотел взять часть от ее мощей, разбросанных мучителями, раздавались за гром, землетрясения, рука омертвела. Не резать ее хотели, а даже только собрать. Симеон Столпник. Память 1 сентября. Патриарх хотел взять немного волос. Рука отсохла. Положил на место. Здоров. Любому здравомыслящему человеку понятно, что у сегодняшних раздробителей должны бы по логике вещей руки пооцекать навсегда. Но раз этого нет, то это вовсе не значит, что Бог благословляет их кончувствовать над телами святых. Память 15 сентября. Святой Никита. Один палец взяли от мощей и отсохла рука. Память 26 октября. Дмитрий Солунский. Хотел часть мощей взять, но не позволил святой. Попытки-то были все время. Память 13 декабря. Ну что, ой, 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 ой. От тела не брать ничего. Такой наказ дал при жизни. 9 ноября. Феоктиста. Одна была на острове, где и скончалась. Охотник отделил ее руку. Не было на то ее благословения. Корабль не мог плыть. Вернулись, приложили руку. И тогда только путь им открылся. Послание к Галатам. 3 глава 15 стих. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Разве этих свидетельств нам недостаточно? Значит, глубоко уже засосало трясиное язычество и декарство. Что хотя никто не заповедал брать от их тел чего-либо, а только были запреты, запреты и запреты на это безумство. Но православные перелезли через все эти запреты, не боясь ни Бога, ни святых. На первом месте своеволия и похоть невозрожденных язычников, которых по великому неразумию называют христианами. В святой Евстафии, память 21 февраля, что есть мощи тела усопших всех христиан? Всех, всех. 29 июня Иулий и Иулит. Сто храмов построили, завещание, где быть похороненными, и что было, когда завещание было нарушено. Кто может с достоверностью, стопроцентной доказать, что мощи именно этому человеку принадлежат? Сколько фальсификаций было во времена перетрубации, понебрежности, и какая нужда так рисковать и вместо Божьего повеления хоронить в земле, придумывать свои измышления? Псалом 118 и 113 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Чудо с мощами Ефимии, память ее 11 июля. Лев Исаврянин положил вместо мощей вонючие кости. Память 20 октября Артемий. Юлиан сжег кости Иоанна Крестителя и Елисея и смешал с костями нечестивых животных и людей. Почему кости только этих двух святых? Может быть потому, что мощи Елисея и положили начало этой ватханалии с мощами. Мощей некоторых святых вообще нет. Почему? Не потому же, что эти святые уже знали о языческой беде, проникшей в церкви, и не хотели в этом участвовать. И еще при жизни озаботились о своих мощах. И тело их после смерти было сокрыто, чтобы дьявол не надсмеялся над ними через это православное неразумное почитание, сверхпочитание. Славные Иуды 1.9. Одно из толкований гласит, что дьявол хотел устроить уже тогда вот такое почитание Моисеева тела, обоготворить его, а может быть, чтобы расщепляя тело по коленам каждому понемногу хорошего. Память 17 января Антонио Великий. Мощи неизвестно где. Память 22 сентября Косма Болгарин. Через 40 дней мощей не оказалось. Память 6 октября Фома. Хотели от него козь взять, но тело на месте не оказалось. 21 октября Иларион Великий. Тело его укранено. 24 ноября Екатерина. Мощи сразу перенесены были ангелом. Повторяю, что в первые дни в церкви даже намека не было на такое самое натуральное идолотворчество из мощей к умиротворения усопших тел. Память 31 июля. Евдоким. Завещание дал. Тело не раздевать. Похоронить в сапогах. Мать вскрыла могилу потом. Сняла сапоги. Память 12 сентября. Автоном. Епископ. От мощей ничто не отпало. Все цело. Святые люди неоднократно наказывали бросить их тела зверям. И может быть потому, чтобы не было мифализации об их чудотворной силе в мощах. 30 сентября. Григорий. Стащите в болото тело мое. Память 15 сентября. Филофей. Когда умер, то протянул руки. Взял Иерея в заплечи. Велел бросить свое тело на съедение птицам и зверям. 16 октября. Лонген сотник. Одной вдове открыл, где в мусоре за городом находится его глава, чтобы она взяла и похоронила ее. Память 16 июля. И Улия, святая, нашли грудь ее, приставили к телу. Что же, отец Максим не читал или не проходил в академии про это? В Ветхом Завете никто и никогда не расчленял тела умерших святых, но погребали их достойно и этим оканчивали заботу об их теле. Деяние, 8 глава, 2 стих. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Бытие 3.19 «Прах ты и в прах возвратишься». Слово «погребение» встречается в Библии 90 раз и ни разу нет даже намека во всей Библии на то, чтобы тела умерших подвергали расчленению. Если же случалось, что кто-то не был погребен, то это считалось наказанием Божьим. Вторая книга Маковейская, 5 глава, 10 стих. «Оставивший многих без погребения, он сам остался неоплаканным и не удостоен ни погребения, ни отеческого гроба». Бытие 3.19 «Прах ты и в прах возвратишься». Просто не быть погребенным считалось позором и несчастьем, и проклятием. А что говорить о тех, кто не просто не погребен, а еще и будет разрезан на мельчайшие частицы, как будто кто-то фарширует его и распилен, и не ужаснутся такому варствовству и декарству. Пророк Экклесиаст, 6 глава, 3 стих. «Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его». Бытие 3,19. «Прах ты и впрах возвратишься». «Даже совершенно незнакомых людей любого бомжа старались похоронить безжалостные и кровожадные иудеи. Получается, что терзающие мощи святых хуже и этих извергов». Матфея 27,7. «Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников». Деньги всегда нужны церковникам и на самые разные дела. Но вот эти евреи решили, что в первую очередь эти средства необходимо впустить на погребение странников, паломников. Погребение важнее ремонта храмов, важнее благотворительных обетов. Игорь Сирахова, 38 мая, глава 16 стих. «Сын мой, над умершим пролей слезы и, как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плачь. Прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его». Сирахова 44, 13. «Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды». Книга Тавита, 1 глава, 17-18 стихи. «Алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои, и если кого из племени моего видел умершим и выброшенным на стену Неневии, погребал его. Тайно погребал я и тех, которых убивал царь Нен-Сеннахирим». В Библии слово «гробница» встречается 28 раз. И всегда только благословение Божие. «Кто-то же позволил отнимать это явное благословение Божие и не давать святым успокоиться окончательно от дел своих? Кто разрешил терзать их тела и резать, и крошить, и вмонтировать, и развалить их по всему свету?» Что же, получается, что Бог должен фиксировать это и помечать у себя, и помечать у себя, кто такой шустрый, проворный, православный добытчик мощей сумел достать такой редкий товар и этим приобрести благоволение Божие? В Ветхом Завете случалось, что тела людей были расхищаемы псами, зверями и птицами. Но никто из людей не посмел бы даже при самом лучшем отношении к умершему резать человеческое тело и потом врезать в кресты и в иконы и держать на поклонение почитателям. Прикосновение к умершему всегда считалось осквернением. Число 19, глава 13 стих. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа, и истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительную водою, он не чист, и еще не чистота его на нем». «Случалось, что враги убивали евреев, но оставленные тела их или часть их тел, хотя бы и без головы, так как головы их враги уже сняли, выносили, погребали их, а не резали и не терзали». Книга Судей, 16 глава, 31 стих. «И пришли братья его Самсона и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его во гробе Манойя отца его». Первое, Паральпоменон, 10 глава, 12 стих. «И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иоавис, и похоронили кости их под дубом». Всегда превыше всего было повеление Божие. Бытие 3, 19. «Прав ты и вправ возвратишься». А у православных нет даже малюсенького понятия о повелении Божьем, и они установили свое окаянство, назвав это священным преданием. «Если предание идет вразрез со Словом Божьим, то оно от сатаны, и поэтому преданию анафема вековечная». Послание к Галатам, 1 глава, 8 стих. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Бытие 3, 19. «Прав ты и вправ возвратишься». Почему первые христиане никого из апостолов не расчленили на мощевики? Они бы вполне могли взять тело Иисуса, выкрасть его, и потом, страшно сказать, тело его развести по всему свету для приобретения себе святости особой. Они же признавали его не за Бога, а только за пророка и уж никак не меньшим, чем святая Татьяна. Такое не случилось только потому, что это были еще не православные суеверы и не оязыченные лжехристиане, а настоящие христиане, которые чтили и закон Моисеев, и наказ Бога Саваофа Вечного Иеговы. Бытие 3, 19. «Прав ты и вправ возвратишься». Они еще не знали, что даже самое святое, что есть у тебя, тебя не спасает от гнева Божия, если ты сам свинья православная и закон Бога мечтишь. Тебе не помогут ни чудотворные иконы, ни ковчег, ни храм Христа Спасителя. Все... Господи, помилуй. Что сбилось? Все это пойдет под нож Ленина и Троцкого. Иеремия, 15 глава, 1 стих. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице мое Моисея и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отторгни их от лица моего, пусть они отойдут». Пророк Исаия, 1 глава, 13 стих. «Отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Благодарю. Пророк Исаия, 1 глава, 13 стих. «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». 1 царство, 4 глава, 11 стих. «И ковчег Божий был взят в плен. И два сына Ильиевы, Офни и Финес, умерли». Выход из этой ямы возможен только тогда, когда будем веровать чисто по Библии. Жить со Христом без этих мощевых суеверий. Мощи же необходимо немедленно, повсюду, с почетом захоронить. Потому что в силе еще смертный приговор Божий. Бытие, 3.19. «Прах ты и в прах возвратишься. В прах возвратишься. В прах возвратишься. В прах возвратишься». При описании и почитании мощей, юродивых, колоколов, чудесных явлений икон всегда умиленно, восторженно писали, взахлеб добавляют. «И нигде во всем свете нет такого количества и такого почитания всего этого, как на Святой Руси». И еще нужно бы ради полноты правды добавить, «Что нигде нет на всем белом свете такой темноты в народном сознании от незнания Писания, как на несвятой Руси». «Ингде нет на всем белом свете». «Вот и какой вопрос задали большой». Вопрос 1514, том 6, книга «Открытым оком». Тема церковь. Вы абсолютно бесспорно точно, великолепно доказываете, что теперь в церкви православной так много, просто без числа множества отступлений от Библии, и что признанные церковью святыми были участники в этом. Но разве сам Бог не подтвердил знамениями и чудесами, что эти люди угодили Богу, что Он их сам прославил? Разве Бог не мог изменить что-то в Евангелии, что после трех веков можно строить монастыри, уходить в пустыни, в горы и затворы? Бог же всемогущ, если Ветхий Завет Он сам изменил в Новый Завет, то может и здесь такое же произошло в третьем веке или в четвертом, и Бог это открыл своим избранникам, и они такой чудный подвиг не сами от себя совершили, взвалили на себя такой страшный груз, и сделали они это все по прямому повелению Духа Святого, живущего в них. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я сам об этом очень много думал и молился об этом. Вот мои раздумья, на чем они основаны». Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом». Книга Откровений, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Евангелие Атеана, 12 глава, 48 стих. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Прокорение, 1 глава, 12 стих. «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». В Библии нет даже намека на то, что Бог даст в исторический отрезок времени когда-то Третий Завет. Напротив, Он всюду подчеркивает, что данный им Второй, то есть Новый Завет, вечен и неизменен. Про Керемия, 31 глава, 31 стих. «Вот, настанут дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». 1 Коринфянам, 11, 25. «Всея чаша есть Новый Завет в Моей Крови». Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Послание к Евреям, 9 глава, 15 стих. «Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные». «То, что Новый Завет вечен, Христос закрепил Своей жертвою на Гологовском кресте». Евреям, 13, 20. «Боже мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью Завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». «Завет любви не может кончиться и в вечности». 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. То есть и просительные молитвы кончатся, и академии сгорят с библиотеками заумных книг на духовные темы. И эта любовь Божия имеет два крыла – любовь к Богу, Творцу и Искупителю, и любовь к людям, к подобным нам. Без этих двух крыльев никому не обещано небо». Евангелие от Марка, 12 глава, 33 стих. «И любить его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. И за однокрылых, кто все устремил только к любви к Богу, когда уходил в пустыню и там упражнялся во внутреннем делании, миллионами тиражировал подбиение сердца Иисусову молитву, наподобие мантры, «Им, изъятым своей волею из мира, не обещана поддержка Христа, его первосвященческой молитвы». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Согласно Вечного Нового Завета, это самовольники, восставшие в этом пункте против прямого указания Христа, идти в мир для спасения погибающих. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Это есть заповедь, вечное завещание любви Христа, покидающего землю при Вознесении. «Запомним ниже приведенные места на память, чтобы при воскресении мертвых не кричать, что мы этого не читали и что этого не проходили, что нам этого наши горе-учителя в рясах не задавали и о том на исповеди никогда не спрашивали». Книга Второзакония, 11 глава, 1 стих. «Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления его, и законы его, и заповеди его во все дни». «Ниемия 1, 5. Господи, Божий небес, Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 и 21 стихи. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Первое послание Иоанна, 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, что когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И заповеди Его не тяжкие. Люди придумали многократно более тяжкие свои заповеди. И потом пошло отшельничество, кинови, общежительство за архимандритовой спиной. Это создание людей по вымыслам человеческим, сбежавшей от стихии мира. Послание к Колосяну, 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Псалом, 118 и 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Совершенно новая религия была создана при отвержении заповеди Христа о проповеди миру, на отвержении прямых слов, изреченных Духом Святым. Люди поражались выдержкой, подвигом, чудесами, прозорливостью отшельников в горах. Но почитай, как и в других религиях это все есть. Посмотри на картины Рериха и подивишься не менее их подвижникам, сидящим на ледниках, исцеляющих своих прихожан. «Кому-то же скажет Господь на суде страшно» Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Православные лбы не прошибешь такими доказательствами, «Ибо они тут же тебе поддоткнут, что где те беззаконники будут, кому так Христос скажет, а это где подвижники». Но слово «беззаконник» означает как раз тех, кто хотел улучшить прямые повеления Бога, Его закон. Кто нарушил послушание Ему не ради беззакония, не ради ереси или ради шаманства делал это лучшее, Но Бог выкинул их, как негодных, именно за то, что эти, в кавычках, подвижники, хотели Богу угодить больше того, что Он заповедовал. Как раз наподобие всей премудрости, такая, какая вошли в церковь, когда начали воздвигать монастыри. И первая книга Царств, 15 глава, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». «Моисей одно предложение лишнее сказал, и не точно выполнил наказ Иегова, и Бог ему отрезал дальнейший путь к вожделенному, вожделенную страну». Псалом 105, 33 стих. «Ибо они огорчили дух Его, и Он погрешил устами Своими». Почему повеление сделали так, вошедшие в жития святых, откроется только в вечность? «Но я нигде не нашел в Библии повеление делать так, как они сотворили с собой и с другими». «Нигде». А то, что они делали, это явно вопреки словам Христа. Это показала нам Библия. «Признавая их святость, не можем призывать подражание их, так как они не явились наставниками по воле Божией. Они, если и проповедовали, то не волю Божию, а свои заповеди, свои наработки, свои добротолюбия, свои лестницы и амилии». Евреям 13 глава 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». «Книга «Открытым уроком том же Бога» 6 вопрос 1523 тема церковь послание к римлянам 2 глава 9 10 стихи скорбь и теснота всякой душе человека делающего злое во-первых иудея потом и елена напротив слава и честь и мир всякому делающему доброе во-первых иудею потом и елену кто в данном месте подразумевается под еленами не мог же здесь апостол подразумевать идолопоклонников отвечает игнатий тихонович лапкин христианской общине города рима шел давний спор о главенстве кому быть руководящими органами евреям или грекам елену и апостол павел разрешает это на основании истории все обетования были даны евреям значит они и были первопроходцы но так как имея закон они его нарушили то их вина делается несравненно выше чем у этих греков кто не имел закона послание римлянам 5 глава 13 стих ибо и до закона грех был в мире но грех не вменяется когда нет закона речь идет о бывших идолопоклонников ставших христианами вопрос 1531 том 6 книга открытым оком господь наставляет нас евангелие от матфея 5 глава 20 стих ибо говорю вам если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в царство небесное отличается праведность наших воцерковленных прихожан от праведности и тех и современных книжников и фарисеев включает игнатий тихонович лапкин по исполнению установления законных повелений господних закона моисеева нам тут никогда не догнать их за исполнением субботы они так следили что даже колоски в руках апостолов взвесили расстояние пути в субботу и чистоту и порядок храма брюли так как нашим попам и не снилось страшных снах конечно господь подразумевал праведность внутреннего духа возвышающую к престолу благодати послание филиппийцам 3 глава 9 стих и найтись в нем не со своей праведностью которая от закона но стоя которая через веру во христа с праведностью от бога поверь во внешнем с фарисеями даже старообрядцы к ним не приблизились по ревности и о перстосложении и их праведность оказалась дутым фарсом ибо на деле они были полны злобы и зависти евангелие от луки 11 глава 34 стих светильник тела есть око и так если око твое будет чисто то и все тело твое будет светло а если оно будет худо то и тело твое будет темно фарисеи знали обязанность принесения священникам десятины но за мелочностью исполнения внешнего упустили наиважнейшее в законе евангелие от матфея 23 23 горе вам книжники и фарисеи лицемеры что даете десятину смят и аниса и тмина и оставили важнейшее в законе суд милость и веру сие надлежало делать и того не оставлять евангелие от луки 11 глава 41 стих подавайте лучше милостыню из того что у вас есть тогда все будет у вас чисто евангелие от матфея 9 глава 13 стих с пойдите научитесь что значит милости хочу они жертвы ибо я пришел призвать не праведников много решников покаяния сегодняшняя праведность уже православных далеко не доросла даже до этой фарисейской ибо нет абсолютно никакой ревности о исполнении даже предписаний обрядового закона сколько из женщин носили брюки и их не наказали сколько делали аборты они стоят в храмах без эпидемии сколько мужчин курят блудят воруют и однако считаются полнотой церковной по сравнению же знание закона то просто не с чем сравнивать ибо сегодняшние лжекрещеные смоченными затылками есть просто тьма суеверия из густок предрассудков и это все благодаря в кавычках ревности дипломированных и доморощенных батюшек которые сами не рождены свыше и не любят библию и не проповедуют и каков поп таков и приход если фарисеи платили десятину то православные должны платить больше превзойти их книга тавита 1 глава 6 8 стих я же один часто ходил в иерусалим на праздниках как предписано всему израилю установлением вечно с начатками и десятинами произведения земли и начатками шерсти овец и отдавал это священником сынам ароновым для жертвенника десятину всех произведений давал сынам левиеным служащим в иерусалиме другую десятину продавал и каждый год ходил и сдерживал ее в иерусалиме а третью давал кому следовало как заповедовала мне девора мать отца моего когда я после отца моего остался сиротой как бы мне хотелось доброту посвящается артеменко в н здесь вознаградить и приумножить ощутить приятное во рту безопасность на смертельном ложе жулики варьё и аферисты мимо твоего пройдут двора житие твое да будет чистым прыгает от счастья не двора сколько ты сироткам помогала на врагов и стратилась сполна а теперь хулы змеиное жало а вступила явная война ты ли не старалась не по силам нищим и калекам послужить но разверглась пропастью могила говоришь не хочется и жить что ты добродетельница наша возроптала даже на христа горем переполненная чаша горечь ее наполнила уста это испытание на прочность бог дает всем любящим его сохраняя днем тебя и ночью в услужение у тебя слугой золото в горниле испытания переплавленное ценится сто крат будет день последний суд настанет видно приготовиться пора мы сжились привыкли пустословить по-житейски понимая жизнь но ответ находим в божьем слове ты же улыбайся и не злись что случилось так ему угодно переплавить нас преобразить почему ответ ищи у бога на молитве сладости слезы игла 17 мая 2003 год это я вот когда идешь по нашу улицу по улице по на улице есть такой как бы магазин большой валер валер означает камеру поправки это артеменко валентина николаевна первый раз я к ней зашел и в другом месте еще было предприятие это торговать разными такими поднимитесь выше вас плохо видно и она ничего не спрашивая сразу полезла в сейф достала мне 3000 дала рублей потом она была потеряевки и вот у нее два контейнера контейнера с фабрики какой-то трикотажа там с московской области шло и здесь обворовали обчистили полностью потеряли контейнеры вообразить невозможно и она обращалась и никто не помогает и вот в это время я и написал вот это стихотворение у нее были книги мои сейчас там кажется племянники она как-то ехала со своими с кем я не знаю в потеряевке были летом и поезд стоял он и не посмотрел даже вывернулся там поезд идет и прям под поезд и она погибла а то и как завещание какое-то было и после этого сколько обращались какие-то остатки вот недавно я два больших мешок принесли только там разные кофточки раздавали это где-то это она и и сейчас этот кто там вместо нее племянник или кто это он уже дал я врана нам как с того света помогает вот это я ей написал тогда сергей когда ты будешь ролики эти ставить который насчитал краткое содержание дай там о мощах которые нужно захоронить как-то вот так вот а заглавь чтобы ясно сразу было о чем а картинку я поставлю она уже сделана хорошо так но все на сегодня наверное я подустал немножко ну все тогда прощаемся да вы другим говорите кто здесь бывает а нашему по интернету расстылайте что такое то время на утреннюю молитву кто-то придет еще и вот как может быть я неправильно понял тут каждый виталий был сегодня здесь движка хорошо каждый человек 10 оповести по одному придет уже дальше надо наполнить сколько 24 положено что потом не говорили что никто не сказал спаси христос вот так